Я лично знаком с Брэдли, я был замкомандиром роты в Бознии, механо-стрелковой роты американской армии. У нас были Брэдли. Брэдли, конечно, как машина, у нее очень большие проблемы. Она очень высокая, она выше, чем Абрамс Танк, который сам высокий. Вес у Брэдли все в башне, главный вес, так что машина имеет тенденцию, что она может перевернуться, смотря где она едет. Дополнительно машина быстро не может ехать по полевым условиям, потому что слишком много места для пехоты внутри, и пехота болтается там. Если машина ездит быстрее 20 км в час по поле, пехота не боеспособна, когда машина останавливается. Так что танки тоже не могут быстрее 20 км в час ехать, потому что они должны защищать машины. Мы к Брэдли еще вернемся. Зачем? Давай сейчас покажем, просто это уже, что называется, в руку. Есть свежие кадры, как ВСУшники осваивают Брэдли. Покажите нам, пожалуйста. Вот, сидят, снимают себя на видео, жмут что-то красненькое, рядом с красненьким. Вот, что-то происходит, что-то накрывается. Примерно так же я разбираюсь с пылесосом. Да, да, да. Вот очень похожая картина, меня как-то снимали так на видео.